На руках у жителей Крыма было огромное количество документов, в том числе и водительских, выданных Украиной. Многие не знали, нужно ли их обменивать на российские документы, или можно использовать до тех пор, когда закончится срок действия. Разберемся с вопросом о том, как происходит замена водительского удостоверения в Крыму в 2021 году. Всем ли необходимо менять водительские права? В 1968 году в Вене была принята Международная конвенция по дорожному движению. Страны-участники этой конвенции обязались признавать водительские права, выданные другими государствами-участниками, без каких-либо дополнительных документов. И Россия, и Украина являются участниками Венской конвенции и обязаны признавать права, выданные в соседней стране. То есть теоретически украинские водительские права действительно в России весь срок их действия. Максимальный срок пребывания в России для украинца составляет 90 дней в течение полугода. Именно в течение этого времени он может управлять транспортным средством на территории РФ по своим национальным правам. Если украинец решил проживать в России, он обязан легализовать свое пребывание через получение разрешения на временное проживание, вида на жительство или приобретение российского гражданства. С момента получения соответствующих документов ему дается на замену водительского удостоверения в 60 дней. Такие правила действуют для всех иностранцев на всей территории России, в частности по ним проходила замена водительских прав крымчанам в Москве. В 2021 году в России нельзя работать водителем, не получив российские водительские права. Лицам, работающим по найму либо занимающимся перевозками в качестве частного предпринимателя, приобрести права российского образца просто необходимо. Возможность досрочного обмена ВУ. Иногда водительское удостоверение приходится менять раньше, чем срок его действия истек. Причин может быть несколько изменения паспортных данных, порчи самого документа. Для водителей из Крыма, управляющих транспортом на территории континентальной части России, досрочный обмен ВУ был актуален как никогда. ГИБДД в других регионах РФ не слишком задумывается. О проблемах с обменом прав в Крыму и требует точного соблюдения закона. Кроме того, в Украине одновременно действительны права разных образцов с самыми разными сроками действия, многие из них не содержат информации на русском языке. Соответственно, создаются предпосылки к тому, что сотрудники ГИБДД, работающие на материке, откажутся понимать, что написано в документе на иностранном языке. Какие понадобятся документы? О том, какие документы нужны для замены водительских прав, заявление заполняется на бланке установленного образца. Паспорт РФ либо паспорт Украины, РВП, ВНЖ для тех, кто отказался от гражданства России. Предыдущая ВУ. Квитанция об уплате государственной пошлины 2000 рублей. Медицинская справка. Обмен ВУ при помощи портала госуслуги. В наш век бурного развития информационных технологий обидно тратить время на посещение различных присутственных мест, в том числе и ГИБДД. Разрешение этой проблемы служит созданный государством портал госуслуги. Правда, для полноценного пользования порталом необходимо зарегистрировать на нем личный кабинет, что займет некоторое время. Зато потом вы сможете решать множество вопросов с различными органами государственной власти. Для замены вы нужно перейти по ссылке www.gososludge.ru slash 10 056 slash 19 и действовать дальше в полном соответствии с простой и понятной инструкцией. Дополнительным бонусом при обращении к госуслугам является 30% скидка на уплату госпошлины. Список крымских МРЭО ГИБДД. В Севастополе имеется собственное МРЭО. Еще 8 таких подразделений расположены в Республике Крым. Обращаться за заменой удостоверения можно в то, которое обслуживает территорию вашего проживания. Список МРЭО, расположенных в Крыму. МРЭО Севастополе. Адрес. 299 040, улица Промышленная, дом 1А. Телефон. Плюс 7 8 692 656 660. Отделение номер 1 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Адрес. 295 043, город Симферополь, улица Киевская, дом 158. Телефон. 8 3 652 55 01 46. Отделение номер 2 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Адрес. 298 302, город Керчь, улица. Дмитрия Глухова, Д5А. Телефон. 8 36 561 22 443. Отделение номер 3 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Адрес. 298 607, город Ялта, улица Сеченова, дом 25А. Телефон. 8 3 654 31 46 12. Отделение номер 4 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Адрес. 296 100, город Джанкой, улица Толстого, дом 52. Отделение номер 5 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Адрес. 297 402, город Евпатория, Раздольненское шоссе, дом 19. Телефон. 8 06 569 26 221 8 06 569 45 343. Отделение номер 6 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Адрес. 298 100, город Феодосия, улица Кочмарского, дом 17. Отделение номер 7 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Адрес. 297 600, Белогорский район, город Белогорск, улица Нижнегорская, дом 51А. Отделение номер 8 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Адрес. 296 000, город Красноперекопск, улица Северная, дом 1. Телефон. 8 06 565 21 122. Во сколько обойдется замена прав? Стоимость замены прав складывается из уплаты госпошлины 2000 рублей при стандартных методах платежа или 1,4 тысячи рублей при оплате через госуслуги с 30% и краткой скидкой и сравнительно небольших расходов на фотографирование, изготовление копий. Возможно ли в Крыму ездить по украинским правам? Крым – территория России, на которой действуют нормы, установленные законами и международными договорами. Соответственно, на основании Венской конвенции 1968 год езда по украинским документам водителя разрешена. Заключение. Обмен водительских удостоверений, выданных крымчанам Украиной до 18 марта 2021 года, особых проблем не представлял. Сдавать экзамены не нужно. Если права получены позже, то придется пройти все этапы оформления удостоверения. В настоящий момент настоятельная необходимость замены ВУ существует только у водителей-профессионалов. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!